Добрый день дорогие телезрители, в эфире программа Карачао Черкесия Онлайн и в студии с вами ваши ведущие Екатерина Иванова и Зураб Жандаров. О самых актуальных событиях дня, о том чем живет Карачао Черкесия сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. Вы можете присоединиться к разговору позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Ну и как всегда начинаем мы нашу передачу с дайджеста новостей нашей республики к этому часу. Несколько сотен жителей Карачаева Черкесии в День памяти и скорби приняли участие в патриотической акции «Оборванный мир», приуроченной к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Жители республики с зажженными свечами и портретами предков прошли колоннами к мемориалу «Огонь вечной славы», где состоялось траурное мероприятие. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к вечному огню. После участники акции собрались у костра, где ветераны войны – свидетели тех страшных дней, рассказали истории, очевидцами которых они стали. По данным Карачаева Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 24 июня в северных районах Карачаева Черкесии ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Высокий уровень пожарной опасности прогнозируется в Прикубанском, Усть-Джигутинском, Адыгихабльском, Хабецком, Абазинском и Ногайском районах республики. МЧС просит жителей не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков. В связи с пожароопасным периодом воздержаться от выезда в лесную зону. У жителей Карачаева Черкесии, имеющих имущественные налоговые задолженности, с 1 июля текущего года суммы задолженности будут взыскиваться со счетов владельцев имущества. Кроме того, должникам будет ограничен выезд за границу. Сроки уплаты налога за 2016 год наступили 1 декабря 2017 года. Так, в случае неоплаты налога со 2 декабря начисляется пеня за каждый день просрочки. В число имущественных налогов входят налоги на недвижимость, землю и транспорт. В Карачаево-Черкесии после капремонта открылся для проезда 11-километровый участок подъездной автодороги к Международному центру отдыха «Архыз». Завершить работы на сложном отрезке трассы А-156, проходящем по горной местности, дорожным строителям удалось с четырехмесячным опережением календарного графика. В ходе ремонта земляное полотно было приведено в нормативное состояние. Расширена проезжая часть до 8 метров, что соответствует параметрам третьей технической категории. В Карачаево-Черкесии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» города Карачаевска 6 июля состоится фестиваль ГТО «КЧР готов». В ходе фестиваля участники пройдут тестирование по выполнению нормативов, бег на время, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, силовые нагрузки с учетом возраста, пола и особенностей здоровья. А мы переходим к основной теме нашей программы. 1418 дней ночей войны, около 27 миллионов жизней, отданных ради победы. Самая кровопролитная война в истории человечества. Сегодня, 22 июня, жители России отмечают День памяти и скорби, 77-го годовщину начала Великой Отечественной войны. В память о погибших по всей стране зажигают свечи, возлагают цветы к мемориалам и объявляют минуту молчания. В 4 часа утра, в час, когда фашистские войска напали на СССР, во всех регионах России стартовала акция «Свеча памяти». В Черкесске, в парке Победы, в ночь на 22 июня, жители Черкеска с зажженными свечами и портретами предков провели траурное шествие у мемориала «Огонь вечной славы». А как наши земляки хранят память о своих предках, героях военных лет? Что наша молодежь вообще знает о войне? Об этом мы решили узнать у членов сводного поискового отряда «Подвиг» Хужева Артура и Фоменко Егора. Вы также являетесь, получается, воспитанниками Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска. Добрый день. Здравствуйте. Ну, мы знаем, что вот герои нашей первой новости, вы были героями вот этой нашей первой новости, приняли участие в ночном, да, шествии сегодня с утра, вы, наверное, также участвовали в митинге. Да. Вот расскажите, пожалуйста, вот с каким настроением вы подходите именно к дате 22 июня? К самой дате, да, мы готовимся с хорошим настроением, нет такого пессимизма, что это как бы все плохо, мы делаем это с радостью, знаем, что это как бы и наш долг, потому что наша деятельность посвящена именно увековречению памяти павших в Великую Отечественную войну. А сколько вам лет? В каком классе вы учитесь или уже закончили школу? Мы оба служили уже в армии. А, даже тогда. Да, в этом году мне будет 20 уже. Да, мне 23 будет. А, то есть это я уже, я уже с высоты своих лет и думаю, что совсем ребята. Ребята, ну а как вы попали вообще в отряд, почему вы решили заняться этим и что вас подвигло, потому что среди молодежи, мне кажется, не так популярно сейчас такого рода движения и сообщества. Ну, да, немногие хотят этим заниматься, это зависит от стремления самой молодежи. Вот, я сам лично попал, меня пригласила психоза Эдовлеттона, это было в 2008 году, я тогда еще маленький был. Это еще до армии, я так понимаю. Да, я еще в классе был, не помню уже даже какой класс, но... Тогда еще мой вопрос мог бы быть актуальным. Да, тогда, да. Ну, пригласила нас, набралось, естественно, все, кому было интересно, они остались. Кому не было это интересно, они начали потихоньку отсеваться и деятельность продолжалась. Ну, а твоя история, Егор? Я много раз приходил, уходил, потом, потому что переезжал с одного места на другое, и потом вот, когда уже учился в седьмом лицее, сначала пришел в штаб номер один, потом понял то, что это не мое, надо вернуться к своим, и перевелся обратно в поисковый отряд «Подвиг». Ребят, ну, вот такой важный вопрос, да, почему именно для вас это важно, почему вы именно этим занимаетесь, что в вас, какие качества вашего, я не знаю, ваша точка зрения заставляет вас заниматься этим? Я, сколько понимаю, это абсолютно добровольная история, да? Да, это абсолютно добровольно. Это может быть даже какая-то жизненная история вот вдохновила на то, чтобы, ну, вот, собственно, посвятить часть своей жизни такому направлению? Ну, во-первых, это интересно, во-вторых, вы много изучаете, начиная от строевой, там, турподготовка, потом, ну, физическую подготовку, естественно, все проходит, мы изучаем костры, ставим палатки, ко всему готовимся, медицинская подготовка, у нас даже есть опыт с этим, с оказанием первой помощи. То есть все-таки кому-то когда-то поплохело? Да, кому-то когда-то очень поплохело. Да, и просто интересно узнать о своих предках, кто где воевал, это намного быстрее можно узнать через наш отряд, получается, чем нежели ты будешь смотреть в интернете где-то, что-то искать. Потому что мы работаем с этим, и благодаря книге памяти мы начинаем находить захоронения, потом перезахораниваем их, получается, ну, в республике в нашей, чтобы наши предки, которые ушли на фронт и не вернулись, кто считается без вести пропавшим, мы их находим. Они даже числятся в книгах некоторых, мы их находим, перезахораниваем, вносим отметки, и тогда люди могут найти уже. И знаю точно то, что он захоронен не где-то в Германии или там в Польше, а именно здесь, в Карачао-Черкесии, у себя на родине. То есть, чтобы наши предки нашли покой, ну, кому интересно, да, тем... Чтобы не было таких безымянных могил, что вот, куда-то в горы поднимаешься, могила, а кто это, чей боец, неизвестно. Ну, ребят, на самом деле, вот, очень важно то, что ваша деятельность продолжается на протяжении всего года. То есть, да, это не только 22 июня, да. И только 9 мая, вот эти две даты, которые знают все, которые помнят все, на которые все включают кнопку патриотизма. Ну, потому что, действительно, мы много говорим о патриотизме, но надо признать, что у некоторых это включается, как я и сказала, периодически, а у некоторых это работает на протяжении всего года, всей жизни. Вот в армию вышли, с каким настроением? Потому что, понятное дело, сейчас служить престижно и модно даже в какой-то степени, но многие подходят к этому, как просто поставить галочку отслужил. Вышли в армию с каким-то вот вдохновением, опять-таки, с какой-то мечтой там поносить форму, защищать родину. К этому моменту уже был опыт ношения формы, я так понимаю. То есть, другую форму, в конце концов. Как бы особо отличия не было, она вся настоящая. Но вы были вот, то есть, вы ждали этого момента? Я три месяца добивался, чтобы меня забрали в армию, в итоге меня с шестого раза только забрали в армию. Да ладно, не хотели брать, да? Ну, там все время откладывали, завтра, 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 завтра. В итоге я добился, меня забрали в армию. 28 октября 2016 года меня все-таки забрали. Я уехал в Краснодар, с Краснодара поехал в Питер, с Питера поехал, там, получается, строили железнодорожную ветку в обход Украины. Нас отправили в командировку, с командировки поехал еще в одну командировку в Абхазии, с Абхазии уже перекинули в Крым. То есть, такая у тебя получилась очень насыщенная, насыщенный год получился. Вообще странно, знаешь, как некоторые скрываются от военкомов, бегают и не хотят идти в армию, их заставляют. А вот некоторые из шестого раза только получаются. Да, я представляю, как Егор просто с плакатом «Возьмите меня!» И ночует, дневует, устраивает голодовки и говорит «Я уйду, что хотите со мной вы делаете, но я туда попаду». А вот ты где служил, Артур? Я в Подмосковье служил, здесь на ракетных войсках. Ну, меня забирали как. Я пришел, заберут-заберут, не заберут, так пойду работать, что-нибудь придумаю. У тебя не было столько проблем, да, с тем, что будете в армию? Да, не было. Пришел, меня забрали. Было желание, да, пойти служить, отдать долг родине? Что мне мешало? Я был готов. Ну, есть люди, кто, как я сказал? Были, есть много людей, которые не готовы, которые не хотят и идут с такой, с боязнью, что вот идут в армию. Я сам, наверное, в поезде первую ночь, после первой ночи, когда проснулся, так, где я, куда я, я что, в армию еду? А, ну ладно. То есть, как обычный какой-то день, просто, просто едет в армию человек. А вот, извините, что я тебя перебью, но вот очень, очень мне интересно, вот в принципе, к походу в армию вы относились как к тому, чтобы отдать долг родине? Именно так, ну да. То есть, именно почувствовать себя защитником своего отечества. Ну да. Почувствовали? Ну, у меня было это более в 14-15 году, как раз вся эта с Украиной была связана. Вот мы там, да, усердно готовились. У меня тоже. Скажите, ребят, ну вот вы, перед тем, как пошли в армию, уже были частью отряда. Да, это как-то помогло вам в вашей, вот в этот год армейский ваш? Конечно. Да. Ну, очень сильно. Во-первых, вы знаете уже строевую, вас особо так... Не гоняют. Да. Узнаете устав. Отчасти, не весь, не наизусть, но отчасти вы его знаете. Ну, то, что надо, там помогает. Умеете подгладить форму, там, баротничок подшить. Ну, как бы командиры на тебя уже смотрят более подготовленного и могут доверить людей, назначить на должность командира отделения, замком взвод. То есть вы уже приходите и говорите, это, конечно, все прекрасно, но я уже служил, да, в такой маленькой... Они смотрят, ты когда заполняешь документы, там смотрят кто где был, они смотрят, у этого есть подготовка. Значит, можно поставить, доверить людей, значит, будет все хорошо. Ну, вот возвращаясь вот к сегодняшней дате, к 22 июня, я хотела бы, во-первых, вас спросить, что вот вы чувствуете по поводу вот этого самого дня? То есть с каким настроением вы, может быть, пошли на акцию «Свеча памяти», с каким настроением вы пришли на митинг? То есть было ли все равно вот эта вот грусть по поводу того, что эта дата на самом деле 77 лет назад была самым страшным днем в истории страны? Да, была. Грусть, само собой, будет, конечно. Остаток остается, то, что нету, ну, потеряли людей, половина семьи, у кого пропала. Многие из них еще тоже не найдены, и здесь нет. Ну, и с другой стороны, брала гордость за народ, тот, который пришел, и те люди, ну, видели в основном одних и тех же людей, которые не забывают это. То есть у них, ну, кнопка как включилась, и она как сгорела, и все, и она в одном таймере находится, и не выключается то, что... Ну, какое-нибудь мероприятие, они не забывают, и они приходят, получается, к нам, рассказывают что-то. Одно обидно, то, что с каждым годом ветеранов все меньше и меньше, и мы последнее поколение, которое можем увидеть их вживую. Они нам вот вечером 21-го, получается, костеры разжигаем, садятся ветераны, хор ветеранов, рассказывают каждый год истории про то, как они воевали. Ну, и правда, с каждым годом, да, их все меньше, этих историй. Но это приятно слушать. Ты как бы вникаешь, получаешь частичку их памяти, ты понимаешь, вот что они прошли. Не на самом себе, конечно, но хоть отчасти как-то понимаешь, что у них было, какие тяготы. Ну, вот, собственно, в преддверии сегодняшней даты, 21-го числа, мы вышли на улицы города, чтобы узнать у наших жителей, что вообще они знают о 22-м июня. Давайте посмотрим, что из этого получилось, и что отвечали жители города Черкеска. Внимание на экран. Что вы знаете о дате 22-е июня? Начало войны. А где именно началась война? Германия напала на Советский Союз. Во сколько напали немецкие войска на Советский Союз? В 4 часа утра. А почему Советский Союз не был готов к этой войне? Это надо у Сталина спросить. А есть очень много версий, но никто толком не знает и, наверное, никогда не узнает. Что вы знаете о дате 22-е июня? Ну, это начало Великой Отечественной войны, ровно в 4 утра. Вы ответили на следующий вопрос уже. Да. А почему Советский Союз не был готов к войне? Ну, мы думали, что мы дружим с Германией. Во сколько напали немецкие войска на СССР? В 4 утра, по-моему. А почему Советский Союз не был готов к этой войне? Почему не был готов? Ну, насколько я знаю, они же вроде договор заключали с Германией, что они нападение. Что вы знаете о дате 22-е июня? Это день моего рождения. А еще? Прекрасно. Ну, это день начала войны. Да. А во сколько напали немецкие войска на СССР? В 4 утра. Почему Советский Союз не был готов к этой войне? Ну, наверное, не ожидали такого вероломства от них. Что вы знаете о дате 22-е июня? 22-е июня? Начало войны. Великой Отечественной. А во сколько немецкие войска напали на СССР? Во сколько? Боже, это уже сложнее вопрос. Насколько помню, утром. С утра. О чем вам говорит дата 22-е июня? Начало войны. А во сколько немецкие войска напали на СССР? В 4 утра. Что вам еще раз сказать? Сейчас, подождите. Из курса средней школы. Почему Советский Союз не был готов к войне? Потому что был подписан договор с Германией. А как он назывался? Ой, пакт о ненападении. А кем был подписан этот пакт? Две фамилии назовете? Риббентроп, Сталин. Вроде так. Не совсем. Риббентроп, да? Ну, тогда Молотов. Совершенно верно. Как назвался план, который был разработан немецким командованием для захвата СССР? Ой, Барбароса. О чем вам говорит дата 22-е июня? 22-го июня. Это нападение, конечно, на Советский Союз. А во сколько оно? В 4 утра. Что вы знаете о дате 22-е июня? 22-го июня. А, ну, началась Великая Отечественная война. А во сколько немецкие войска напали? В 4 утра. Знаете, почему Советский Союз не был готов к войне? Не был готов. Пакт Молотова-Риббентроп вам о чем-нибудь говорит? Говорит. В 1939 году был подписан. А о чем был этот пакт? О ненападении на советскую территорию. Ну вот, мы посмотрели, как отвечали жители Черкесской. И у меня к вам такое предложение. Ребят, давайте вот вы станете примером для тех, кто затруднялся ответить на наши вопросы. И сами расскажите о том, что произошло все-таки 22-го июня 77 лет назад. Ну, 22-го июня 77, ну, как бы, не в 4 часа утра, а в 3-20. Те, кто были в Брестской крепости на экскурсии, все это прекрасно знают, во сколько часы остановились. В момент, когда первая бомба упала на саму крепость. Ну, наверное, по поводу 4-х утра, это вот и стоит самой песни, 22-го июня, ровно в 4 утра. Ну, а так, да, наверняка, вряд ли они ждали 4 утра, чтобы напасть. Часы там стоят именно с 1941 года, их отреставрировали. Там, в принципе, очень хороший музей, очень такая красивая крепость. Вы там были, да, получается? Да. Я же говорю, кто там был, те знают, во сколько остановились часы. Ну, а вот что вам рассказывали, может быть, такого интересного, чего действительно, может быть, не пишут в учебниках истории, может, какие-то факты? Потому что действительно мы знаем все это, ну, поверхностно, что в этот день там многие отмечали, выпускные были, насколько вот я знаю где-то. И вот все мы знаем все равно так, поверхностно. А вот что вы можете нам рассказать, может быть, и мы пополним свой багаж знаний? Тем более, если уже вы были в таком музее. Ну, у каждого истории разные. Ну, в учебниках много тоже не прочтешь, потому что каждый год учебник меняется, издатель тоже меняется, кто-то что-то дописывает, кто-то что-то убавляет. История – это такая вещь, что она запутанная. Благодаря ветеранам узнаешь что-то, но все равно не то. Потому что где-то что-то как-то по-другому. Задаешь вопрос ветерану, почему так случилось, почему-то он тоже затрудняется в этом ответе, потому что никто на самом деле не знает правды, из-за чего они напали. Ребята, ну вот, вы знаете, вы как такое более молодое поколение, вы как более молодое, но тем не менее, да, поколение, а вот я все время сравниваю в нашей передаче, когда приходят гости, рассказывают там, в том числе, про какие-то социальные проекты, и говорю, что во времена моей юности не было ничего такого. И вот во времена моей юности, ну, я во всяком случае не помню, чтобы были какие-то такие движения, во всяком случае я о них не знал. И среди моих сверстников никогда это не было популярно. Насколько сейчас вообще молодежь готова идти в вот такие вот отряды поисковые и заниматься историей своей страны, и что-то изучать, поднимать какие-то архивы, и заниматься вот тем, чем занимаетесь вы? На самом деле очень мало таких людей. Процентов 20. 20, это хорошая цифра. Если не 10. Да, если не 10. Потому что вот мы завлекали, да, тоже бывает. Ходили по школам, раздавали листовки с номерами, говорили, можете прийти туда или позвонить, вам все расскажут. Ну, приходят очень мало. Вам не обидно за это? Нет, у каждого человека есть свое право. Кто-то хочет этим заниматься, а кто-то нет. Приходят самые достойные. Приходят самые достойные, приходят те люди, в основном, у кого родители этим занимались. То есть им это интересно, потому что рассказывают родители, у кого-то дух завораживает. Они приходят и начинают сами это узнать. В итоге им это нравится. Кто-то там начинает однокласснику говорить, может, одногруппнику, кто-то постарше учится. И начинается так приходить, приходить, приходить. Но очень мало кто приходит, кому это интересно. Они обычно приходят, посмотрят пару занятий, потом кто-то уйдет просто. А есть те, которые приходят 10-12 лет и сидят в каждом мероприятии. И вот постоянно уже, через каждом году у них опыта все больше и больше, и они остаются здесь. Ну, вот, все равно есть в отряде те люди, которые любят больше с книгой работать. Есть те люди, которым лучше выехать в горы, на природу там покопать где-то, что-то найти. Ну, кто-то любит ковыряться, искать что-то, останки. А кто-то, ну, я лучше книжку почитаю. Кто-то в архивах лазит, а кто-то на род в полях, в горах лазит, ищет, копает, что-то роет, что-то новое для себя открывает. Егор, ну, а себя ты к какой категории людей отнесешь? Я лучше в горах, понимаете? Я думаю, Артур так лучше. Я тебя поддерживаю. Ну, вот, раз уж мы так, мы всегда на наших передачах, когда дело касается таких общих для народа тем, все равно наша передача превращается в такой немножечко вечер воспоминаний тоже. Но во времена моей молодости, так как я недалеко ушла от Егора, например, уже существовал Центр военно-патриотического воспитания молодежи и также поисковый отряд. И некоторые мои одноклассники тоже занимались вот этой деятельностью, но очень мало. Меня всегда туда тянуло, но из-за того, что действительно я была очень погружена в учебу, у меня было очень, ну, такое, небольшое количество времени. То есть я больше была таким. Я была нацелена на будущее, и мне казалось, что прошлое я могу узнать из учебников историю. Но сегодня я понимаю, что это все не так. Что вот общаясь именно с вами, общаясь, приходя на какие-то митинги и торжества, или просто шествия, я понимаю, что как бы, вот было, где мои 17 лет, да? Вот я бы тоже прошлась, если бы у меня было тогда вот такое понимание того, насколько это важно. Вот вы сейчас уже взрослые такие самостоятельные, отслужившие армию парни. Почему вы до сих пор этим занимаетесь? Ну вот, может быть, это такой немного циничный вопрос, да? Но у многих же это заканчивается вот в школе. То есть школа закончилась, они потратили какое-то свободное время на интересные вещи, походили в походы, и потом все, пошла жизнь вот такая. Без всего этого. Почему вы до сих пор вот привязаны к этой организации? Мы не можем забыть наших преподавателей, которые научили нас многому, много что раскрыли. Так сказать, раскрыли глаза на весь мир, чтобы мы больше всего узнали. И когда нужна помощь, могут позвонить, сказать, нам надо это, это, это. Мы хорошо сделаем это, это, это. Приходим, помогаем. Получается. Потому что есть некоторые люди, которые придут туда, посидят, посидят, узнали что-то новое, разбежались. А старшее поколение, некоторым интересно это, некоторым неинтересно это. И кроме нас, других не будет, кто придет и будет рассказывать, как тут пройтись, как там пройтись. Получается, новое поколение приходит, а учить некому. Наши преподаватели Зоя Давлетовна и Юлия Анатольевна разорваться тоже не могут. Хотя они у вас мировые женщины. Это да. Это потрясающие персонажи в нашей республике. Как говорится, школа второй дом. Нет, для нас школа это третий дом. Второй дом это все-таки войсковый отряд. Это наш второй дом. Мы там можем хоть круглыми сутками находиться, мы поможем всегда там. Ну почему в отряде некоторых даже это первый дом. Мы всегда приходим, занятия строевая, нет проблем. Свободное время у нас есть, мы поможем. Это как бы за 10 лет того, что я туда хожу, не могу я без этого. Это мое, часть меня. Потому что я лето одно в горы не поеду. Все, у меня начинается чувство. Почему, почему нас не пустили? Что случилось, как так? Да там придется, сразу понимаешь информацию. Все сразу, а где Юлия Анатольевна? Зоя Давлетовна нету, где Зоя Давлетовна? Такие вопросы. Скажите, ребята, а вы вот занимаетесь воспитанием новых бойцов, так скажем, вашего отряда? Как сложно вообще с ними? Да, да. Ну с каждым поколением он чуть тяжелее становится. Да, у кого-то на первом месте может интернет, он туда приходит, потому что ему интересный вот, у некоторых людей есть бой, либо интернет, либо подвиг. И вот он не может разорваться, и ты начинаешь ему рассказывать, рассказывать, и он бац, вроде этот телефон уже откинул, он ему неинтересен. Он становится как бы интересно, что ему объясняют. У него вот интерес произошел, он как бы, ну есть этот интернет, есть, нету, нету. Для нас особо разницы тоже не играет. Нет уже таких споров. С младшим поколением, допустим, намного легче, пока я еще интернет к себе не засосал, то есть им легче это что-то объяснить. Это до двух лет, и в современных условиях игра не приводит. У нас есть 10 лет, которые ходят, они с интернетом как бы и дружат, но они особо от него независимы. Им больше, они вот, домой придешь сразу, первый смс, который приходит, во сколько нам завтра приходить, что мы завтра делаем. Они готовы прийти и с нами заниматься. Я же говорю, кому интернет не успел еще к себе забрать, они наоборот интересуются во сколько, когда, что будет. И мы сами даже иногда затрудняемся, говорим, придете, говорю, узнаете, как бы сюрприз для них, и они в ожидании чуда какого-то приходят. Сами сидите и думайте, так, так. Да, если вы сидите и думаете на завтра, что делать. Слушайте, ребят, ну, интернет, конечно, это такая вещь, которая, смотри, как ей пользоваться, да, где-то это хорошо, где-то это плохо, да, ну, как вы говорите, интернет не успел забрать. Но мне кажется, вот, Артур, наверное, тебе виднее, за 10 лет интернет очень сильно развился, и в вопросах именно сбора информации он, наверное, все-таки помогает, и отряду в том числе. Да, в архивных работах он очень помогает, потому что они выложили сейчас в интернет, именно создали свои страницы, и дали нам добро по ним лазить, чтобы узнать, где пропал, где конкретно его искать, где он захоронен. Ну, у нас больше информации, помимо книг памяти. Ну, то есть, уже не в Москву в архив надо ехать, лазить по папкам, а то есть, уже есть электронный архив. Это мы ездили там в 12-13 год в Москву, по архиву 10 человек запустили, сидите тихо. Ну, это намного интереснее, чем за компьютером сидеть, лазить. Ну, съездить в Москву, конечно, интереснее, чем в архиве. Ну, да, с утра 3 часа в пробке, чтобы до Подольска доехать до архива, потом там в ожидании, пока вас пропустят. Ну, зато интересно. Ну, это тебе не горы, конечно, да? Я сидишь еще, спишь уже в автобусе, потом в метро пересел, дальше спишь, приходишь, обосноваясь в отеле, ну, когда как бывает, приходишь уже такой, без сил, а те, которые там отдыхали, никуда не поехали, ответствиями остались, и они, а что, вы устали, да? Завтра мы поменяются в Москве так же, как я рассказываю в Москве. Это, для меня это вечная пробка, дорога, пешком пробка, пешком там пробок нет. Единственное, светофоры подолгу красные горят, непривычай. Ребят, ну вот если все-таки вернуться к горам, то какая самая интересная может быть история, связанная с походом? Ну, ты когда человека в леднике находишь. О, уже ты мой. Я так и думала, что сейчас будет какая-нибудь фраза, да, что там, когда череп откопал там, что еще могут вычислить? Да нет, череп это еще не так очень. Ну, в леднике смотришь, вроде он как живой все, а только ледник расколол, 5 минут. Откалываешься, оттаскиваешься, все, все. Есть доли секунды, его сфотографировать, какой он есть, потому что это все, потому что как жижа так стекает и все. То есть, вы были свидетелями, да, такого, вы находили, да, таких снежных людей, ледниковых? Ну, лучше рядом не находиться, если вы этим занимаетесь, вот, кололи лучше рядом не находиться. Ближайшие часы. А какие самые интересные находки у вас были вообще за все время вашей службы? Ну, вот помню, мы были на Санчаре, мы нашли снаряд. Ну, крупнокалиберный, положили его. Ну, пограничники знали где. Когда с Санчарой уехали, буквально месяца через два приходит этот, а, не приходит, захожу просто в контакт, ну, ради интереса решил полазить по группам Карачао-Черкесской республики. В одной группе нарвался на этот же снаряд. У нас найдена на территории КЧР немецкая бомба, что с ней делать? Или к социальным опросу. Я скинул нашу, что будем делать? А ничего не делать, с ней ничего не сделаешь. Она уже деактивирована и спокойно можешь лежать, ее можно забрать в музей. То есть, такая актуальная информация спустя два месяца. Ну, не многие же знают, что, как с снарядами, как действовать. Ну, вот, кстати, вот такой, да, мне кажется, очень важный момент, потому что, если вы занимаетесь в том числе и раскопками, да, то вы зачастую можете наткнуться на какие-нибудь опасные там те же самые снаряды. Зачастую. А у вас есть какой-то регламент действий, когда вы находите что-то подобное? Ну, в принципе, да. Ну, а что нужно делать? Я понимаю, что, конечно, наверное... Без волнений, потому что многие могут заволноваться, резкие движения. У меня сам был горький опыт, что сидел на мине в Ингушетии. Вот, когда молодой человек рассказывает вот такие истории, у меня аж как-то в мозгу это не укладывается. Потому что, когда ты слышал от ветерана вот эти рассказы... Суть в том, когда вы находитесь... А тут просто, я вот в Ингушетии на мине сидел, человека замороженного нашел, жижи вытек из дневника, ну, всякое бывает. Ну, главное не паниковать, потому что от вас, если вы нашли, от вас еще зависит жизнь окружающих, кто находится рядом. Безусловно. Потому что при первом соприкасании металла-металл еще зависит реакцию. То есть, ближай, вы не знаете, что там за мины, бомба там неизвестно. Какого она действия? В каком она состоянии? А какова вероятность, что вот найденная такой какой-нибудь какая-нибудь мина, бомба, она может детонировать, и там спустя 70 с лишним лет? Насчет 50 на 50 не знаю. 50 на 50, это какова вероятность встретить динозавра на улице, да? Либо встретишь, либо нет, 50 на 50. У меня пока-то из 13 все 0. Дай бог, чтобы так продолжалось. Ну да, так и что нужно сделать? Просто я понимаю, что кроме вас, кроме тех, кто целенаправленно ищет эти бомбы, кто-то может случайно найти. Понятное дело, что не переживайте, надо быть осторожным. Если вы неопытны, желательно об этом доложить сразу. Более опытным поисковикам, руководителям, чтобы в случае чего можно было сразу вызвать сапера. Да, саперов нам разрешено вызывать. А так, если ты уже выкопал, поднять ее, желательно подальше отнести ее, повесить ленточку, чтобы ты не забыл. Ну, как-то обозначить ее, что это опасная зона. И потом уже идти смело докладывать, что ты там-то, там-то нашел, там-то, там-то положил, ленточку повесил. Ну, сейчас в основном в органы докладывают, потом уже нам в музей передают. В музей тоже передают, только после того, как... Да, все. А я бы просто бежала. Правильно, бросила бы и убежала бы. Боюсь, что не добежала бы. Ну, да, лопатка как-то минул подкинуть, а-а-а, и убежать тоже опасенько. Ты так не говори, следующее ведущие может быть хуже меня. Я поэтому ребят спрашиваю, как нужно себя вести, чтобы ты вдруг, в случае чего, если ты поедешь на какой-нибудь выезд, чтобы все было хорошо. Ну, сегодня на самом деле по всей стране проходят траурные митинги, шествия, и Карачаево-Черкесия, конечно же, не стала исключением. Вы утром принимали участие в траурном митинге? Да. Ну, вы это видели воочию. Это также видел и наш корреспондент, который уже успел подготовить сюжет об этом мероприятии. Я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть о том, как это все было. Внимание на экран. 22 июня – скорбная дата. День памяти, гордости и скорби о тех, через чьи судьбы прошла катком жестокая война. Кто, забыв о мирной жизни, по повестке или добровольно, в рядах вооруженных сил или партизанских отрядов, ушел на борьбу с врагом. Кто ковал победу в тылу, на заводах, колхозных полях или на строительстве оборонительных сооружений. Кто, не пожалев самого ценного – жизни, умер ради светлого будущего своих потомков. Ради нас. 22 июня мы вспоминаем тех, благодаря кому сегодня живем. Память учит, призывает, убеждает и предостерегает. Дает силу и внушает веру. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, объявляется открытым. В начале торжественного митинга председатель Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев и благочины Северного Карачаева-Черкесского округа протеирей Александр Нартов совершили обряд дуа и молебен по защитникам Родины, погибшим и умершим во время Великой Отечественной войны. Они обратились к присутствующим с призывом помнить, что каждый из тех солдат отдал жизнь, чтобы наша многонациональная республика сегодня процветала. Затем к собравшимся обратился глава Карачаева-Черкесской республики Рашид Тимрезов. 77 лет назад, в воскресное июньское утро 41-го года, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней и вошла в историю человечества как самая тяжелая и кровопролитная. На борьбу за освобождение нашей Родины поднялся весь народ. Кто-то героически сражался на фронте, кто-то ковал победу в тылу, на фабриках и заводах, на колхозных полях. И благодаря воинской доблести и труду миллионов советских граждан, наша страна выстояла и победила. Каждый год в этот день мы собираемся, чтобы вместе у воинских мемориалов, чтобы почтить память наших отцов и дедов, не вернувшихся с полей сражений, вспомнить женщин, стариков и детей, убитых и замученных в концлагерях, умерших от голода и болезней. Вечная память воинам, заплатившим жизнью за свободу нашей страны. Они навсегда останутся в наших сердцах. Минутой молчания почтили пришедший на митинг память тех, кто отдал свою жизнь за независимость нашей Родины. А в завершении митинга глава Карачава Черкесии Рашид Темрезов вместе с жителями Черкеска возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» и к памятнику советскому солдату-победителю. Азнаур Тиувов, воспитанник Центра военного патриотического воспитания, с гордостью принял участие в торжественном митинге. Он убеждён, что молодое поколение не должно забывать подвига своих дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте или трудились в тылу. Я считаю, что такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, особенно среди молодёжи, чтобы они не забывали свой патриотический долг, не забывали своих дедов и прадедов, которые воевали на войне. Они, мне кажется, есть у каждого, в каждой семье есть свои герои. В памяти нашего народа великий подвиг солдат-освободителей, ветеранов войны и труда, которые отдали всё за освобождение нашей Родины, никогда не померкнет. Никто не забыт, ничто не забыто. Родима Кеут, Радамир Князев, Архиз-24. Ну что ж, вот такой вот у нас сюжет. Ребят, скажите, пожалуйста, ну а дальнейшие ваши планы какие? Служба в органы, защищать Родину. Продолжать защищать Родину? Конечно, куда мы без этого-то? Ребят, ну а вот защищать Родину, это прекрасное очень стремление, но у вас получится совмещать работу и работу в отряде. Личная жизнь, да. И всё-всё-всё вместе, да, в том числе. Будем стараться. Да, есть желание, ничто не может отвлечь тебя от любимого дела. Прекрасно слава. Захочешь, сможешь. Кто хочет, тот находит время, всегда не будет давать отмазки какие-то. О, у меня работа, я после работы устал. Кто хочет, тот не забывает, приезжает. Ну просто, я насколько понимаю, ваша работа в отряде – это выезды, это раскопки, это какие-то… Ну, выезд – это не просто же выехать на два часа, это прям потратить день, наверное, или там даже два. День, два… Не, я бы не сказал, что день-два. Больше? Неделя минимум. А, даже так. Так, ну, смысла меньше, никуда не вижу. Потому что это надо ориентироваться по картам, старый с новыми сопоставить, выбрать конкретную точку. Плюс, пока мы доедем, пока мы палатки поставим, лагерь весь разобьём, раскидаем задачи, выберем, какой у нас план будет на первый день, что мы первым осмотрим. Где мы… Допустим, в полях это нас с металлоискателем, с щупом, в горах металлоискатель, щуп, само собой, не очень хорошие напарники. Ну да, тяжело. Тут надо уже глазами смотреть большую часть, особенно у нас, вот когда поднимаешься на перевалы, металлоискатель практически может на каждый камень пищать. А, даже так, а почему? Породы камня не имеют металл. Угу. И то есть он бесполезен получается? Зависит от того ещё какой. Угу. В принципе, да. Лучше на леднике, да, проще. Ты идёшь, смотришь, там более важны глаза. А в полях, если пользуешься щупом, тебе нужно уметь чувствовать руками, понять, во что ты уткнулся, в камень, в дерево, в кость, в глину. Потому что так упираешься, всё время не будет жена. У них ещё… Топать везде. Ты ещё там определяешься на слух, потому что ты когда бьёшь, мало того, что ты чувствуешь, ты ещё и слышишь, глухой он, звонкий, пустой. Вот у каждого своё звучание. Какие-то… Нужно быть супергероем каким-то, чтобы был суперслух, супертактильник. Рентгеновское зрение. Да, 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 вот оптимально было бы. Вообще супер. После нашего разгора вот сижу и всё, думаю, вот поеду я в горы, и вот в каком-нибудь леднике увижу глаза, смотрящие… Прямо в душу. Прямо в душу, да. Ребят, спасибо вам большое, что, получается, вот сегодня в такой день, казалось бы, день памяти и скорби, мы всё равно его провели как-то позитивно, наверное, потому что мы смотрим в будущее с надеждой, и видя вот примеры таких молодых людей, которые уже с раннего возраста знают, что такое форма, что такое защита Родины и любовь к ней. Ты понимаешь, что действительно у этого будущего очень прекрасное будущее, собственно. Да, спасибо большое, ребята. И да, я вот присоединяюсь к словам Екатерины. Спасибо, что после того, как вы сегодня и ночью, и утром все эти мероприятия посещали, пришли к нам. Вам спасибо, что… Спасибо. А я также напоминаю, что весь предыдущий месяц по всей стране проходила акция «Гвоздика памяти», и наши ведущие, ведущие «Архиза-24», конечно же, присоединились к этой акции. Мы надеемся, что все наши зрители, после того, как посмотрят нашу передачу, больше заинтересуются историей своей страны, историей своей семьи в первую очередь. Ну что ж, а мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в понедельник в это же время, в 15.00. До свидания и хороших вам выходных. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»